Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня у нас по плану солдатская каша. Сначала хочу вас поздравить с Великой Победой! Сегодня 9 мая, пожелать вам крепкого здоровья и мирного неба! Делаем сегодня солдатскую кашу. Сразу оговорю, что на современный стиль. Основные компоненты оставим. Это сало. У меня такое домашнее хорошее прожаренное сальце. Сейчас я ее немного почищу, даже не буду обрезать. И пшено. Мы добавляем сюда обязательно картошечку, морковку и лучок. И потом, когда будет готово, забьем яйца. Подготовительные работы. Пшено. Сейчас сколько нам нужно. Отмеряем и заливаем кипятком, чтобы оболочка растворилась и чтобы оно не горчило. Сало режу кубиками. Все буду резать кубиками. Сало нарежу сейчас кубиком. Хорошо его зажарю, как бы шкварочки получились. И потом уже вот это тоже хорошее домашнее сальце. С такой вот шкурочкой. Даже вот она, видите, мягкая-примягкая, что даже и порвалось при обработке. Вот, добавлю туда лучок сначала в сало, когда это все обжарится, тоже кубиками, морковочку и картошку. И это все хорошо должно в жиру подтушиться. Ну, буду постепенно, как будем делать, буду все показывать. Ну, поехали. Ну, какая солдатская каша не на костре. Естественно, что мы делаем это на костре. Значит, вот так вот порезала сальце. И муж сейчас закладывает на обжарочку. Все хорошо, сейчас делаем шкварочки. И потом уже будем добавлять то сало, которое у нас с мясом. Вот пшено отмылось. Вот такое оно желтенькое. Оболочка вся хорошо обмылась. Долго держать не надо, минут 10 достаточно. И потом холодной водой хорошо промываем. Все, пшено у нас уже готово. И сало жарится. Ну, вот такие вот шкварочки получились. Все, сейчас закладываем мясо. Ну, вот такое мясо с кубиками. Ну, оно тоже жирненькое. Не жалеем. Не жалеем, как мой муж говорит. Мясо много. Солдатская, но офицерский дом поет. Ну, я сказала, что на современный стиль. Сало и пшено оставляем. Все остальное уже наша импровизация. Все. И теперь уже готовим мясо. Как говорит мой муж, чтобы было неутомительно ждать кашу, мы решили сделать таких вот бапурика с сальцем и солдатских 100 грамм. Такое хорошее у меня сальце с лучком. Сейчас поджарим и будем начинать праздновать. Все, мясо обжарилось. Немножко сейчас присолим. И добавляем лучок, а потом морковочку. И это все опять обжариваем. Вот это вот волшебная палочка. Мы ее тоже обжариваем. И потом, когда уже готовая каша, будем вставлять кашу. А у нас вот такая вот уже подготовленная, чтобы дымком хорошо еще больше пропахнуть. Пошла морковочка. И наше мясо готово. Сальце, которое с луком, ага, сильно жарится. Ну, такое вот оно хорошее получилось. Идем праздновать. Кашула. Ну, картошечка пошла. Все, бульончик ольем. Ну, у меня бульон, можно и воду. Один в трем с половиной даже. Потому что она должна быть жиденькая, потому что мы потом будем еще забивать яйца. Все, сейчас сало это все пропитается. И заливаем бульончиком. Ну, вот такая получается у нас хорошая смесь. Ну, муж предложил, и я с ним согласилась, что сейчас сначала положим пшено, чтобы оно хорошо пропиталось сальцем, маслом этим. А потом уже горячий, ну, бульон тогда надо закипятить. Чтобы уже горячим бульоном, сразу зальем и, ну, минут, не знаю, сколько, минут 10, наверное, будем варить. Ну, все, пшено хорошо тоже смешалось с этими, со всеми ингредиентами. Ну, и теперь заливаем бульончик. Повторяю, можно и водички. Ну, помешаем, посмотрим, что там у нас получилось. Ну, и делаем до готовности пшена. Крышкой не накрываем. Крышкой не накрываем, как мне подсказывает мой муж. И палочку, когда мы будем опускать эту? В процессе. Можно несколько раз опустить. Ну, все. Ну, ждем. Ну, вот такая кашка-кулешек получилась. Вот она. Волшебная палочка. Волшебная палочка, говорит мой муж. Опять в огонь. Все, теперь яйцо. Яйцо я сбила, посолила. И тоненькая струечка. Сейчас муж будет лить и мешать. Вот серединку льет и мешает. Дым прям в глаза. Ну, и пять минут яйца домашние, поэтому у нас проблем с этим. Яйцо заварю. Вот она прям становится белая такая хорошая. Ну, все, хватит мешать. Я хорошо размешалась. Все. Вот такая вот солдатская праздничная кашка. Спасибо за внимание. Заходите на мой канал. Подписывайтесь. Не забывайте оставлять лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мое очередное видео. Всегда с вами Марина Матвеева. Субтитры сделал DimaTorzok